Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынков компании Тикмилы с именем Артур Идиатулин. Британский парламент вчера отклонил план Тереза Мэй по выходу Британии из ЕС, причем это стало самым большим провалом правительства с 1924 года, как показали результаты голосования. Почти две трети членов палаты общин, 432 человека высказались против предложенного плана Мэй, 202 человека высказались за и остальные приняли нейтральную позицию. Этот план Мэй кропотливо совершенствовала с европейскими коллегами на протяжении 18 месяцев и всего за день ее надежда получается рухлой. Значительное парламентское поражение позволит официальной оппозиции, то есть либористской партии усилить давление на консерваторов и правительства, портируя новые выборы или вотом недоверие, которое, кстати, пройдет сегодня. Однако худший исход этих событий, то есть отставка или уход Мэй остается маловероятным. Вопреки наивному представлению, что у провалового плана Мэй есть то же самое обвалового фунта, то есть чем больше план Мэй найдет неприятие в парламенте, тем больше фунт должен обвалиться. Это представление неверно, ожидания инвесторов относительно исхода голосования сложились более тонким образом, а рынок прежде всего отталкивался от степени ясности поддержки или неприятия плана Мэй в парламенте общин, что выражалось главным образом в соотношении проголосовавших за и против. Именно поэтому распределение вероятности согласно ставкам на политические события выглядело необычным образом. Вот в этой таблице видно, что именно умеренное поражение представляло наиболее опасную для фунта позицию парламента, так как именно при этом исходе Мэй пришлось бы гадать, нужно ли дожать или начать идти на больший компромисс. Более тяжелое поражение считалось оптимистичным исходом, так как означало, что у Мэй отсутствует поддержка даже в рядах собственной партии, а без преимущества дальнейшее перетягивание каната безнадежно. То есть рынок ожидал, что парламент, что мы начнут как-то по-другому выпутываться из ситуации. Британский парламент также принял поправку, что без его одобрения вариант жесткого Brexit, то есть без каких-либо соглашений с ЕС, будет неосуществим. Поэтому если ЕС заупрямится и будет сейчас твердо стоять на своих требованиях касательно соглашений, будет сейчас расти вероятность повторного голосования по Brexit, что, конечно же, положительно для фунта. Как вчера, как видно, фунт устранил падение до уровня 1.27 за счет новости, что партии перейдут к перекрестному обсуждению разногласий, что уже как бы сейчас повышает шансы, что к следующему голосованию план идет больше соронников в парламенте. Однако такому предложению уже воспротивился Джереми Корбин, лидер Лейбористской партии. Поэтому если сейчас появятся сигналы о его желании сотрудничать, то это также будут очень хорошие новости для фунта. Новые переговоры стартуют уже в четверг между партиями и предложения, выработанные ими в ходе дискуссии, будут вновь ожидать реакции от официальных лиц ЕС, что также может провоцировать волатильность, резкие движения в парах, где есть фунт. Сегодня в британском парламенте состоится очередное вот о недоверии, как следствие тяжелого поражения Мэй на голосовании по Brexit. Однако Мэй, скорее всего, и его переживет, так как несколько партий уже сообщили, что поддерживают пример министра, поэтому фунт, вероятно, продолжит расти, сосредоточившись на следующих этапах процесса. Британия должна покинуть ЕС до 29 марта, но Мэй, вероятно, попросит отсрочку, так как переговоры между партиями придется начать с нуля. Времени осталось всего лишь 3,5 месяца. Мэй, скорее всего, все-таки сможет подвинуть дедлайн и, как ожидается, это также вызовет положительную реакцию в парах с фунтом. На сегодня на все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в пятницу.